Кинодебют Это прекрасно, по небу босиком. Герои этого кино настолько романтичны, настолько чисты в своем сердце и восприятии жизни, что они верят, что они могут прям завтра, прям сегодня взяться за руки и побежать по небу босиком. А ваша роль непосредственно? Моя роль, я скажу так, это не столько роль, сколько образ, который появляется, я не знаю, сколько, как смонтировали, это образ матери, который, образ матери главного героя. В детстве он потерял свою мать, он был еще маленький, когда она ушла, и ему всю его жизнь снится сон, где она поет колыбельную, ту самую. И когда ему встретилась его возлюбленная, когда она пришла как новенькая к ним в университет, вдруг на уроке музыки она запела эту колыбельную. И он был поражен, он с детства не слышал ее, то есть вот так их история любви вспыхнула. И когда в конце уже произошли трагические события, он остается один с их маленькой доченькой, он поет ей эту колыбельную. То есть она как лейтмотив прошивает всю эту невероятную историю любви, историю, казалось бы, невозможной любви, которой противостоит куче событий, препятствий, но они все это преодолевают. Там есть трагическое событие, кто-то уходит из истории, но это жизнь. Мы не можем жить на вечном хэппи-энде, жизнь это и смерть, и рождение, кто-то приходит, кто-то уходит. И в этом кино оно отражено как нельзя прекрасно. По-кавказски мудро, знаете, так, знаете, любые, казалось бы, самые тяжелые события сильные люди воспринимают вот с песней. Они поют, пусть грустно, но поют. Чти все саундтреки я пропевала, прописывала. Собственно, вы все услышите, приходите. Кстати, Казанова специально для фэшн-концерт. Продолжение следует...